кинеска под продавница это возможно китайская продавщица но она нас не интересует вообще нас интересует мало места для помолиться которые были сделаны явно из совсем не молитвенных вещей фазоинвертор шишечки классика и нигде уже не осталось красной жидкости нигде здесь пока не видно но мы пойдем и посмотрим вокруг мы в петровардине главное не сказал мы еще не доехали до крепости звезды но здесь есть интересное место для помолиться оно такое с двумя башенками сейчас постараюсь показать вон там красота какая то есть и вот место для помолиться которое мы которому мы идем собственно вон за деревьями сейчас покажу если сам увижу покажу вон она а вот тоже хорошая крыша интересненькая классика антенки супер правда все заземлены вон все заземлены и вот интересный куполочек но это не куполочек специалисты по антеннам скажите для чего вот такое вот сейчас подойдем поближе поснимаю он железная же железные просто вот это еще камень причем такой не кирпич это железные опоры и все это что-то вроде станции связи было это не источник с куполом лепестричество энергии он не фонил что-то вроде станции связи да наверху была красная жидкость но антенки были совершенно другими дверь классная старенькая но железная все остальное но обычная цирк в ушкам с обычными сими-то заехарителями что она символизирует если верить официальной истории бреда истории классика шарик антенка правда новая антенка и шарик новый не были они золотыми вот а это уже классическая штучка часы которые на самом деле были не часами и не только часами это был помимо часов там внутри был хороший такой типа рифмометра для простейших расчетов вот это покажется абсолютной фантастикой но квантовые компы были в некоторых местах да крыша зеленая вот этот барабан для передачи стоящей волны для стабилизации и расширитель еще один купол это тоже некий центр обработки данных там связь здесь обработки все было большим просто у нас не в одном месте компьютере гаджете это все делалось а в разных причем это были здания размер имеет значение на самом деле не имеет значения можно и большие компьютеры делать платы размером с город и это будет суперкомпьютер и в нем можно жить и быть частью вселенной круто но сейчас поедем смотреть огромную крепость звезду как несколько пресских крепостей по размерам вот на пути назад я решил получше заснимать все эти классные статуи реально как живые ангелочки с крыльями но это не ангелочки это когда-то еще работали с геномом баловались были русалки красивые кентавры и люди с крылышками летали это было очень давно но эти здания построены очень давно в это время и еще помнят обо всем этом те времена когда люди ходили вот с такими вот в таких накидках и с такими вот красивыми венками вот и вот такие нас и были без переносицы вот прям четко видно что переносицы там нет значит что вот это здание было построено очень давно от 500 до тысячи лет назад вот-вот носов нема переносицы есть но люди красивые а это сейчас мы к этому перейдем самое интересное и это здание построено в то время когда вот такие вот существа еще были переносицы просто нету вот вот хорошо что это вот рядом вот он профиль вот он люди и обычные мочка уха есть но переносицы нет такой скандинава непонятный стиль почему нынешняя власть так и не любит то же время это заливка на железной основе залито нечто это заливка такая дешевенькая потому что это уличное исполнение и вот такие создания они были реальностью очень давно это подруги кентавров 10 типа больницы было место где были вот такие вот скрещивания людей непонятно кем тоже нет переносицы довольно большие глаза типа египетский стиль но это просто такие были главные уборы да баба с сиськами и с какими-то птичьими лапами да вот спереди лап не видно потому что их а чтобы они не подсказывали кое-что потомкам их а как обрубили и здесь и там но вот здесь мы видим на шри-ланке на этой горе забыл как и называется на м как-то провин рассказывал и показывал вот там тоже такие лапы были красоте не ладно нам пора вон туда на гору едем красивое здание вот красивое здание и ворота красивая интересно что осталось в этих вот чашечках возможно что-то остаться но должно и они не земляные они теплышки прям вот вообще теплые да там есть энергии хорошие вот фазоинвертор это же не окно и не для вентиляции ну и вишенка на торте сейчас пойдем смотреть патриарший двор надо же карловач как митрополита служила я старая турская старый турецкий дом с какого хера вот это турецкий дом все у меня зла не хватает где здесь турецкого что лев вот этот турецкий морда какая-то получеловеческая вот это вот колонны ионические или хер знает какие вот этот вот завиток всякие пилястры и балясины это турок стоит все у меня зла не хватает этот этот бред читать официальный это турки вот это построили вот этих вот зверьков просто зла не хватает судя по количеству львов везде от новосибирска до африки просто какие-то охотники и приверженцы сафари вот там тоже что-то классное есть просто супер старый город в нем есть свое очарование ладно посмотрим место для помолиться и поедем в крепость мест времени уже блин мало мало моно со страшной силой отменяется сеансы каждый день надо спешить люди тоже ждут там она да мы тут задерживаемся гуляем по всяким сербским местам ну ладно вот это место для помолиться но это же обычные дома и тоже с куполом могли на могли назвать местом для помолиться красиво там что то есть еще как будто сначала фонтан пойдем фонтан посмотрим тоже красиво красиво там еще красиво почти как чехословакия чехия вот туда тоже нужно хочется прям тоже мы там жили когда-то алекс отец алекса вот в будапеште в праге и в белграде хочется побывать еще одно место для помолиться да ё-моё сколько же тут опять львы только они из того места в которой обычно поглощают воду они выдают воду но вот это говорит о том что это заливка была это старая сто раз переделанная скрепленная чтоб не развалилась но но старая водичка вкусная идет самотеком откуда-то 100 родников много мы ехали по пути много родников класс просто прелесть смотреть не пересмотреть кресты новодел но старенький новодел но мне интересно вот зачем для помолиться такие колонны греческие это что греки оттуда приперлись в иудеи то таких вот не было вроде по официальной версии почему почти все места для помолиться вот таких колоннах и с такими завитушками это пейсы иудеев что ли правоверных копируют или что что то я плохо понимаю что должно символизировать да ракушечки но это излучатели вот на углах стоят фанили влево вправо тоже вокруг было поле но не силовое скажем так целительно оздоровительное седушки и деревяшки красиво металлосвязи убрали обычно идут металлосвязи перекрасили уже все в общем ничего интересного чуть не накалывался да железный пол убран это все искусственное новое аж не интересно все скрыли а вот что интересно это овальные резонатор овальный обычно круглый интересные там колокольники они абсолютно железные да это конечно лучше вблизи смотреть тут тоже похоже допотопные оригинальные в общем ничего не интересного абсолютно ничего решетка похоже в одном месте только сохранилась витражи хорошие тоже есть подозрение что оригинальные тепло прям идет ну ладно пойдем дальше 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 дальше